Многодетная семья Евдокимовых вместе с бабушкой Любовь Пономаренко из Ужджигуты приняли участие в церемонии открытия года семьи и представила наш регион в конкурсе «Династии России», который проходит в рамках семейного форума «Ротные и любимые». Сергей и Инна Евдокимовы воспитывают восьмерых детей, прививая любовь к родному очагу и к духовным ценностям. В гостях у Читы Евдокимовых побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Многодетная семья приняла участие в конкурсе «Династии России» в рамках работы форума «Ротные и любимые», который проходил в Москве на ВДНХ. Там они познакомились с достижениями регионов России и приняли участие в различных мастер-классах. Все 89 регионов мы все посмотрели, возле нашей сфотографировались. Интересные и красивые. 75-й павильон. Где представлены регионы России? Да. Там его тоже, его только дня не хватит, чтобы ходить. Столько много узнаешь нового. Очень, очень мы довольны и благодарны. И благодарны нашей республике, что как все организовали, как все сделали. В семье Евдокимовых проживает и бабушка Любовь Пономаренко, которая также активно участвует в воспитании своих шести внучат и двух внуков. В первую очередь нужно жить по совести, оказывая поддержку друг другу. У нас семеро было в семье. И я, вот, племянники росли. Ну, сестричка как-то, да, сестричка у меня уже меньше родилась, то и в школу не хотелось идти. Маму с роддома выписали. Я бы только возле нее и была. Как-то оно в семьях, оно, вот, не знаю, все дети тоже, все-все любят деток маленьких. И вот мы так росли. И когда племянницы были, тоже друг у друга выдирали, кто будет с ним. Все это, все, все. И я жила, и я и не думала, что у меня там один или два. Я думала, сколько даст Бог, столько и будет. Все дети имеют музыкальное образование. Виртуозно играют на скрипке и фортепиано. Очень часто творческая семья проводит музыкальные вечера. И каждый ребенок демонстрирует свое мастерство на музыкальном инструменте. Мы очень дружны и стараемся помогать по дому маме, признаются сестры Евдокимовы. Старшие дети с особым вниманием и заботой смотрят за младшими. Каждый из нас чувствует свою ответственность в доме, друг за друга, отмечают они. Они в музыкалку два раза в неделю ходят, дети. И вот у нас четверо младших детей и четверо старших детей. И так распределено, что каждый занимается, один старший с одним младшим ребенком, после каждого занятия в музыкалке, ну, домашнее задание с ним дома пополняет. Семья Евдокимовых очень религиозная и старается соблюдать все каноны Библии. И, как отмечает глава семьи Сергей Евдокимов, именно любовь к ближнему является основой нашей семьи. Ну и девиз нашей семьи, как бы, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и поступай ты. То есть все, чтобы, как хочешь, чтобы к тебе отношение было, ну, все-все-все, как бы, так вот и ты должен поступать с другим человеком. Да, и возлюби, еще есть такая, как бы, заповедь, но у нас она главная. В возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть вот как ты себя любишь, вот так и относись к другому. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаева, Черкесия, Узжигута.